Всем привет, с вами Демастер, и сегодня я расскажу вам о 27 вещах, которые после просмотра этого видео ты никогда не разведешь в Майнкрафт. Поставь лайк и подписывайся, чтобы не пропустить новые видео. И начнем мы сегодня с котла. По моему мнению, он и так один из самых бесполезных блоков. А тут оказывается еще и текстура у него кривая. Вы просто посмотрите на это! Один из краев сдвинут в центр на пару пикселей. Мой внутренний перфекционист кричит, надеюсь вы этого не слышите. Мне нравятся каменные кирпичи в Майнкрафте, а вам? Но вот блок резаных каменных кирпичей меня нереально бесит. Если мы поставим на него факел, то сразу заметим, что центр у блока явно куда-то съехал. Чуваки, это ужас. Вы только представьте себе, сидит парень в моженке и просто специально это делает. Ха, он будто реально троллит. Бревно тропического дерева выглядит очень неплохо, и часто билдеры используют именно их. Но после этого видео ты никогда не сможешь смотреть на них по-прежнему. Просто поставь блок тропического дерева боком, и ты поймешь, что это всего лишь перекрашенная и перевернутая текстура дуба. Обидно получилось. Эх, ленивые разрабы. Книга в Майнкрафте используется для создания книжных полок и подбора нужных зачарований. Но если присмотреться на нее повнимательнее, она тебе ничего не напоминает? Как по мне, она очень похожа на мороженое сэндвич. Тебе так не кажется? Это магмоблок. Он светится и используется в постройке автоматического лифта. Но ты знал, что в Майнкрафте существует еще и синий магмоблок? Если поместить несколько скалковых жил на алмазный блок и посмотреть на него, то невооруженным взглядом видно, как похожи эти блоки. Жесть! Костер это очень важный функциональный блок. Ты можешь на нем жарить мясо, освещать свой лагерь и использовать его в качестве декорации. Но сейчас внимательно вглядитесь в мордочку этого кота. Не задавай лишних вопросов. Ты сейчас все поймешь. Теперь идем к костру и тушим его. И смотрите, можно увидеть в потухшем костре мордочку котика. Теперь эта мордочка преследует меня. В деревне есть жители разных профессий, но нам сегодня нужен именно рыбак. Если мы пойдем к нему и присмотримся на его наряд, то обнаружим на его поясе висящую рыбу. Это старая удаленная текстура рыбы, которой уже более 11 лет. Олды тут? Множество игроков используют рычаг, чтобы управлять своими ресттоун схемами. Это один из немногих блоков, чья текстура почти не изменилась с его появлением в игре. Если поместить факел и рычаг в рамки и поставить их возле друг друга, то ты определенно заметишь, что эти два предмета имеют почти идентичную текстуру. Разве что рычаг выглядит как потухший факел. Возможно, это не просто так. Если вы в курсе, напишите об этом в комментариях. Инструменты в Майнкрафте это база. Будь то топор, которым вы будете добывать себе дерево, или кирка, которой игроки добывают себе алмазы. Но приглядитесь на этот баг текстуры, из-за которого появляются эти странные белые полоски. Простите, если из-за меня теперь вы не сможете это развидеть. Кафедра. Это блок, с помощью которого жители в деревне становятся библиотекарями. Если поставить этот блок на землю, то он выглядит отлично. Но если оставить его в инвентаре, то можно заметить, как кафедра выпирает на пиксель в верхней части иконки. Моджанг, сколько еще можно делать больно своим игрокам? Майкрософт, увольте этого парня! Из рельс игрок легко может сделать себе крутую железную дорогу. Но что если я вам предложу вам вглядеться в рельсе на повороте? Здесь же отчетливо видно каменную кирку. Как вы думаете, может быть это было сделано специально? Типа, гляди, кирка в рельсах. В Майнкрафте мы постоянно копаемся в шахте и добываем много булыжника. Попробуй поставить блок булыжника возле блока бедрока, и ты сможешь заметить, что это один и тот же блок, только на бедроке текстура более контрастная. Нельзя винить Майнкрафт за похожие текстуры с таким большим количеством блоков. Хотя, на самом деле можно. Чуваки, ну вы же могли что-то с этим сделать. Ладно, я думаю, многие даже этого и не замечали. Книжные полки это отличный декоративный блок, но большинство игроков используют их исключительно для зачарки своих предметов. Вернее, для того, чтобы повысить возможный уровень зачарования. Поставьте и приглядитесь. Вы тоже их видите, да? Я вот отчетливо вижу здесь персонажей из Аманкас. Зачем эти ребята залезли к нам в книжные полки? Морской фонарь это блок, который освещает подводные данжи. Уверен, что многим из вас он покажется обычным блоком-источником света, как, например, светокамень. Но на самом деле он отличается от светокамня. Чем спросите вы? Текстуры, конечно, отвечу я. Но кроме очевидного различия, я вам покажу еще одно. У морского фонаря анимированная текстура. Как же это залипательно. Если ты зайдешь в ад, то почти наверняка тебя ждет встреча с Гастом. Игрок, убивая Гаста, лутает с него слезы. Посмотри на Гаста повнимательнее. У меня появился вопрос, почему раз Гаст плачет все время, мы не можем найти его слез просто лежащими над местами, где он пролетал. Хотя, это же ад. Думаю, тут все моментально испаряется. Ну, кроме выпавших слез с Гаста, конечно же. Котики. Все игроки в Майнкрафте любят этого моба. Из них получаются отличные домашние животные, которые прекрасно отпругивают криперов и мурлыкают. Ну, ты когда-нибудь сматривался в их глаза? И нет, это не кот в сапогах. Пристально смотреть в ее глаза, и ты сможешь увидеть, как будто бы у твоей булочки только один глаз. Теперь стало понятно, почему криперы обходят твой дом. Он просто боится циклопов. Каждый использует таблички по-разному. Можно написать на них послание своему другу, а можно ими пометить сундук. Но вот что меня действительно раздражает, так это расстояние между табличкой и блоком, на который она поставлена. Лучше бы я никогда не обращал на это внимание. Кувшинки встречаются в болотных биомах, и мимо них действительно сложно просто так пройти мимо. Всегда хочется по ним попрыгать. Но замечал ли ты, что если посмотреть на них сверху, то они очень похожи на старого Пакмена? Как по мне, это вполне даже может быть отсылкой. Мы ведь уже все понимаем, что с текстурами в этой игре не все так просто. Биглины это мобы, которые живут в аду, и будут готовы нападать толпой на каждого, кто не носит золотую броню. И с первого взгляда кажется, что с их скином все понятно, и это просто злобный свин. Но ребята, мы же помним, в какую игру мы с вами играем. Вы просто присмотритесь, я думаю, вы точно тут заметите аниме девушку в шляпе и из головы свиньи. Я серьезно, вы можете поставить паузу и рассмотреть это. Хатбар нужен, чтобы вы всегда могли смотреть на свои незеритовые инструменты и кучу алмазов. Но что если убрать из него предметы и смотреться повнимательнее? В ячейках хатбара можно увидеть старую текстуру песка. Работник из Можанго просто не запаривается с нарисовкой новых текстур. Он использует старые! Когда вы бегаете с алмазами возле дома вашего друга, он принимает тебя за богача. А если же будешь бегать возле дома друга с черепашьими яйцами в руках, он, наверное, подумает, что ты странный. Но обратите внимание на текстуру этих двух предметов. Оказывается, они одинаковые формы и размера. Лама это, безусловно, очень милый моб, который, правда, может плюнуть тебе прямо в лицо. Но сегодня не об этом. Посмотрите на ее нос. Вы не видите там ничего странного. Не знаю, может быть, я слепой, но я отчетливо вижу там чье-то лицо. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, что я не один такой. Если поставить кафедру и положить на нее книгу, после чего открыть ее, то сперва все кажется нормальным. Я думаю, все поняли, что в этой игре слишком все ненормально. Присмотритесь, шов книги сдвинулся на один пиксель посреди страницы. Со мной все хорошо. Я спокоен и просто двигаюсь дальше. Меня совсем это не раздражает. Лестницы отлично подходят, чтобы забираться на высокие места. Но их преследует такая же проблема, что и таблички. Между ними и блоком остается пространство, которое просто ужасно выглядит. Моджанг, ну сколько можно не исправлять это? Курочки. Мы все убивали хотя бы одну курочку в Майнкрафте. Да, я вижу тебя. Но стоп. Вместо того, чтобы убивать еще одну курочку, посмотрите в ее глаза. Посмотрите в них внимательно и тогда вы сможете заметить, что черные пиксели это всего лишь зрачок, а не сам глаз полностью. Визора, того, которого игрок может заспавнить у себя в мире, создав вот такую вот конструкцию из черепов, склетов-иссушителей и песка-душ. Так вот, если поставить несколько блоков бедрока рядом, то ты сможешь заметить лицо визора на них. Еще одна пасхалка в текстурах получается. Вернемся в деревню к жителям, но теперь к библиотекарю. И если быстро осмотрев его, мы можем подвидеть, что у него есть модная шляпа. Но я вам скажу, что это не шляпа, а книга, лежащая у него на голове. Опа! На самом деле, возможно, это просто я дурак и все время думал, что там шляпа, а эта книга оказалась. Но вы в комментариях напишите про это, чуваки. Ну что ж, это видео про 27 приколюх в Майнкрафте, который ты теперь никогда не развидишь, подошло к концу. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. Также, если вы знаете о еще каких-то жестких таких вот приколах, про которые я не сказал в этом видосике, напишите про них в комментариях. Возможно, я сделаю продолжение по этой теме и, может быть, даже возьму что-то из того, что вы напишите в комментариях. Ну а с вами был я, Демастер. Всем удачи и всем пока, ребятки!